Ом Ти Ви Юэй про Головне. Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей – это деноцификация. В Курской области, в тылу, на трассах эвакуации, одаренные российские командиры ночью выставляют зубы дракона без каких-либо опознавательных знаков. Машины там несутся на скорости 150 км в час, чтобы не попасть под удары дронов. В результате погибших больше 40 человек только за одни сутки, столько же трехсотых. За один час больше ДТП, чем подбивают украинские дроны за неделю. Ну что тут сказать? Продолжайте в том же духе. А это – кладбище лишь одного небольшого города в Татарстане. Оно переполнено могилами участников путинской захватнической войны. Кладбище погибших на так называемой СВО продолжают стремительно расти по всей России. Совершенно беспрецедентное явление. Ничего подобного не было ни во время Афганистана, ни в ходе чеченских войн. Бессмысленная и преступная война оставит после себя заметный след в виде сотен тысяч могил по всей РФ. Путин умрет, а люди будут бродить среди этих могил и задаваться вопросом, а зачем все это было? Зачем истребили столько народа? И ответом будет только мрачная кладбищенская тишина. Ну а больным нацизмом пропагандистам нет покоя. Лосева выбралась из теплой московской студии и сняла в безопасном тылу нелепое видео. Как говорится, друзья, сперва на Киев, а потом сразу на Берлин. Как думаете, понимает ли она, что никакого Берлина без американской помощи не было бы? Но вы все равно идите и умирайте за чемодан кремлевского деда. Победим Украину. Осталась неделька. Все. Марканска. Рекламирует палатку Минобороны. Ну вот я вышла на улицу. Здесь у нас центральная... Сейчас подожди, Юр. Сейчас подожди, Юр. Я этим крепостным объясню, как за кредиты свои расплатиться. Я окружочек записываю. Здесь у нас вот сбоку вход. И у нас гости из Красноярска. Вот такой объект. Такая крутая-крутая палатка. Здесь вы можете получить хорошую консультацию по службе на СВО. Вот здесь, в крутой-крутой Каннской детской городской больнице вы можете качественно вылечить своего больного ребенка. Поэтому приглашаю всех... Поэтому приглашаю всех подписывать контракт с Минобороны, чтобы мы, чиновники, и дальше продолжали разворовывать эту богатую страну, а вы и ваши дети каждые 10 лет ходили на войну, чтобы расплачиваться за свои кредиты, в которые мы вас загнали. Это интересно. Это познавательно. Это про... Это профит. Чуть было не сказала слух Мирканска. Поэтому приходите обязательно. Это мероприятие, огромное мероприятие. Оно для вас. Приходите, родненькие. Подписывайте, дорогие. Все же для вас. Все для людей. Это Россия! У российской армии идет совершенно поразительное, никогда не увиданное в истории и крайне негативная эволюция на тактическом уровне. Когда произошла военная реформа по типу реформы Гая Мария в Риме, когда Россия начала вербовать наемные солдаты, то я говорил о том, что это может стать началом коренного перелома вообще в военной истории России, потому что такого не было никогда. Россия всегда воевала рекрутами бесплатными. Основной принцип русской военной системы – это чего их жалеть, бабы еще нарожают. Русский паровой каток – это про то, что мы за ценой не постоим, и у нас даже мертвецы в атаку ходят. И это вот все, вот 500 лет ничего не менялось. Поменялось в 22-м году. Солдаты стали наемные. Они стали очень дорогие. Но чем дальше шла война, тем с большим удивлением я отмечал, что использование этих солдат не только не изменилось, их по-прежнему швыряют в беспощадные, бессмысленные мясные атаки, и принцип, от чего их жалеть, бабы еще нарожают, никуда не делся, но и приобрело совершенно какие-то гротескные формы. И разбираясь с причинами, почему российская армия своих страшно дорогих наемников, которые получают в 10 раз больше зарплаты, чем в среднем по стране, что абсолютно не характерно ни для одной наемной армии, ни для одного периода в истории. Это вот важный момент. Отметьте это себе. В Риме легионеры получали чуть больше средней зарплаты по империи. То же самое в Америке. Военные получают хорошо, но это как бы ничего такого. Там за счет соцпакета добирается, что там поступление в ВУЗ после армии, армия оплачивает или флот обучения и так далее, и так далее. Там нет того, что там большая зарплата. То же самое во всех других армиях. Но в России мы видим совершенно иную картину. Наемники получают огромные деньги. И несмотря на это, ничего похожего образованию наемной профессиональной касты, которая бережет своих солдат, потому что они очень дороги, а солдаты, понимая, что они могут заработать только если они будут живы, занимаются тренировками, чтобы выжить, оружие себе хорошее приобретают, ну как вот эти вот кондотьеры в средние века. Ничего этого нет. Нет, оружие-то они приобретают, когда на войну идут за свой счет экипировку и все такое. Но их никто не жалеет. И нужно было понять, что происходит, почему и к чему это может привести. Оказалось, все очень просто. Просто вот исключительно просто. Ларчик открывается с помощью золотого ключа коррупции. Российская армия до войны была абсолютным коррупционным дном, что сейчас становится всем очевидно из масштабов арестов в окружении Шойгу. Сам Шойгу ходит как в воду опущенный, ждет, что его тоже арестуют. В общем, они там проворовались со страшной силой. Генералы-воры, ну и офицеры-воры были, ну поменьше воровались, у них меньше возможности. Прапорщики, те вообще, это ходячие герои анекдотов, прапорщик до обеда думает, как украсть, а после обеда, как вывезти. И это вот вся была российская армия. И когда наемным солдатам стали платить огромные деньги, вот эта вся воровская российская офицерская каста обнаружила, что солдаты превратились в золотую жилу, и они начали грабить солдат. При этом подход очень простой. Приходят эти рекруты, они получают, ну вот сейчас, например, 2 миллиона. Про 3 миллиона я не знаю, они только начали получать, наверное, там расценки вырастут. Про 2 миллиона знаю. Приходишь с 2 миллионами, которые ты получил при подписании контракта, миллион остается семье, а миллион ты отдаешь своему офицеру, который, естественно, делится с вышестоящим. И за это тебя не посылают на ноль, а отправляют, например, водовозом или водителем, водятлом каким-нибудь или письмоводителем, есть и такие должности, там писари всякие в штабах и прочее, дронщикам, хотя ты ничего не понимаешь в дронах, ну там подай принеси. Короче, огромное количество вот этих вот наемников оседает в русских тылах. Поэтому у них, с одной стороны, по 50 тысяч каждый месяц записывается в армию, на них тратятся деньги, а с другой идет стон непрерывный по поводу того, что на нуле не хватает людей. Вот военкоры все в один голос воют, что нет людей. Хотя в тылу этих людей огромное количество. Но есть еще одна моя сторона этой медали. Дело в том, что офицеры, ну они не всех могут отправить на эти должности, хотя их, конечно, много, и штаты раздувают, и всякие бывают солдаты, и разные рода, разного рода там всякие ершистые попадаются, и вообще иногда офицеру шлея под хвост попадаются. Короче говоря, еще распространено такое явление, что русские офицеры деньги берут, а солдата все равно отправляют на штурм, на смерть. Потому что его убили, и все, и концы в воду, и никто ничего не узнает никогда. И вообще эта практика очень распространенная, потому что масштабы коррупции, вот это и вот ограбления солдат настолько велики, что скрыть их невозможно. Поэтому самых, которые там активно борзеют, их просто убивают, отправляя на штурм украинских позиций. И это вообще идеальная получается вещь. У нас на бумаге все классно, огромные полчища идут, и вот мы все время атакуем, и куда-то там можно отчитаться. Можно отчитаться, что сделали 10 атак, и тактику специальную отработали, которая этому способствует. Вагнер ее отработал в 23-м году, когда на зэках натренировался. Зэки, как пушечное мясо, лезли вперед, а потом за их спинами уже шли элитные наемники. И вот эту тактику мы видим и сегодня. Сегодня, вот, например, я вам могу прочитать, буквально вот позавчера появилась информация. Запад, как обычно, цитирует украинских военных. Значит, он говорит вот о чем, что во время ежедневных вылазок на позиции его роты погибает от 20 до 30 русских, которые попадают под град пулеметного огня и обстрел. Но их же посылают на эти бессмысленные атаки. И это идет ежедневно, ежедневно, ежедневно. И бонзай атаки идут, когда на мотоциклах несутся, чтобы проскочить. Или в машины набивается, в жигули. Это вообще новая фишка, когда 10 русских залезают в жигуль старый и несутся, сломя голову по минному полю с расчетом, что они сейчас донесутся до украинских позиций, выскочат и всех перебьют. Ну, сами понимаете, с каким эффектом. Оказывается, что все очень просто. Их накачивают наркотиками, во-первых, а во-вторых, их списали. В российской армии, если человек, офицер царяет много солдат, произведя там 15 атак, то он считается хорошим офицером. Потому что он, вот он какие усилия прилагает. Вот штурмует туда, потери большие, доказательства. А как же? Вот же, ну вот люди-то погибли. Это же не просто так. Это же он ничего не стимулирует, не симулирует точнее. И это позволяет закрывать все эти истории с воровством диким, с ограблением солдат и со всем остальным. Солдаты просто золотая жила. Пришел, миллион отдал, и тебя отправили на ноль, ты убит. Тебя нет. И все. Следующего прислали. А если следующую не пришлют, то миллиона не получишь. Понимаете? Тут фишка-то в чем? Зачем офицеры это делают? Чем больше текучка кадров в твоем подразделении, тем больше ты собираешь с этих идиотов, с этих лохов денег, которые они получили от Министерства финансов. Чем больше погибает русских солдат на войне, тем больше офицеры жиреют. Причем офицеры всей вертикали. Понятно, что делятся по обычной российской практике. Лейтенанта заносит капитана, капитан заносит полковника, ну и так далее, и тому подобное. Короче говоря, это позволяет понять, почему русская армия, имея очень существенные каналы набора наемников, почему она добивается довольно скромных результатов. Все идет по плану. По плану. По плану. По плану. По плану. Просто по плану. Вот по графику. Они уже сняли табу. Индивидуальный террор, удары по инфраструктуре, так называемое дальнобойное оружие, ракеты, которые будут запускаться, как планируется, напрямую с участием натовских экипажей, это массовый террор. Не должны еще раз попросить разрешения бить по нашей территории и возможно его получить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова